МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сменили прическу перед началом летнего сезона. Совсем скоро в фермерских хозяйствах республики начнётся стрижка овец. Но как провести эту процедуру качественно, ответ на этот вопрос знают участники конкурса стригалей, прошедшего в селе Хасаут-Греческое, где собрались опытные стригали Карачаева-Черкесии. С какой целью проводился данный конкурс и почему важно проводить подобные мероприятия, нам рассказал министр сельского хозяйства Карачаева-Черкесской республики Анзор Баташев и генеральный директор Национального союза овцеводов России Михаил Егоров. Конкурс стригалей для нас уже традиционный. Мы ежегодно проводим конкурс стригалей. И для нашей региона, и, как, впрочем, для многих регионов Северного Кавказа, это значимые мероприятия. И тем самым мы поддерживаем то ремесло, которым занимались наши отцы, наши праотцы. На сегодняшний день в нашей республике развивается животноводство, в том числе и овцеводство. Естественно, нам нужно своих специалистов поддерживать, их это как-то стимулировать. Я имею в виду настоящий момент стригалей. Соответственно, если мы не будем сегодняшний день популяризовать это направление, завтрашний день мы столкнемся с таким проблемами, как элементарно не можем... будет дефицит стригалей. На сегодняшний день наш регион один из самых таких больших регионов, который занимается, я имею в виду, не в плане именно территориально, а в плане того, что у нас достаточное количество овец на сегодняшний день. Мы занимаем там четвертые, пятые места ежегодно в России по количеству овец. И, соответственно, это мероприятие для нас очень значимо. И мы впредь хотим, конечно, каждый год проводить конкурс стригалей. Вот вы говорите поощрять. А что это имеется в виду? Как можно их поощрять? Естественно, прежде всего мы после проведения конкурса, у нас же есть комиссия, соответственно, мы будем их награждать разными подарками, соответственно, будем вручать им грамоты. И, естественно, и завтрашний день мы их повезем. После 20 мая в Дагестане пройдет выставка овец и коз. Победителей мы непременно позовем туда, пригласим их, чтобы они представляли наш регион. У нас в регионе в основном развито мясное овцеводство. Мы в этом направлении вышли на лидирующие позиции России. На территории Карачаево-Черкесской республики уже в настоящей ферме функционирует большое перерабатывающее предприятие, Кавказмясо, который выпускает готовую продукцию по стандартам халяль и кошер. И, соответственно, с этим у нас уже проблем нет. Я имею в виду, со сбытом мяса у наших фермеров уже проблем нет. Второй задачей для нас стоит развитие мясного шерстного направления. Мы совместно с Минсельхозом России, Советом Федерации в этом направлении работаем. Приезжали сенаторы, заместители министров Минсельхоза и Минпрома. Посещали мы разные объекты, в том числе и наших фермеров. Обозначили задачи, которых надо решать. И мы, соответственно, в составе команды, мы будем в этом направлении работать, восстанавливать шерстное овцеводство не только в нашей республике, а на территории нашей России. У нас в настоящее время есть предприятие, племенное предприятие ИКАР, которое занимается разведением шерстных пород, как советское межсорстное, кавказское межсорстное. Соответственно, наша задача, еще наша задача, что в этом году и в следующем году, чтобы люди больше, наши фермеры больше начали заниматься этим направлением. А куда сбывать потом эту шерст? На нашей территории, слава богу, функционирует самое большое предприятие в России, современное предприятие УКАМ, который, начиная с мойки грязной шерсти, заканчивая готовой продукцией. И, соответственно, наша задача, загрузить его полным сырьем. Естественно, если это предприятие будет работать в полном объеме, то он может на себя взять очень большую ношу и весь Северный Кавказ, или чуть ли не Россию, как бы там, всей России закупать шерсть. Сегодня вы приехали в Карачаево-Черкесию. Расскажите, пожалуйста, с какой целью? Вы знаете, цель здесь, целей много. Но первое и основное, мы хотим восстановить конкурсы региональные и российские в нашей стране. Почему? Потому что, знаете, от Стригаля зависит очень многое. Это во все времена, это был специалист. И вот даже мы говорим об Арамкулове Сапаре, ведь он учился в Австралии, у Боума, чемпиона мира по стрижке. Ведь постричь овец – это целая наука, понимаете? Там просто так, вот я смотрел, как стригут здесь, но не буду ничего говорить. Нам надо много работать, много готовить. У нас, к сожалению, есть дорожная карта по развитию, вернее, производству шерсти и реализации внутри России. И там одним пунктом записан, один из пунктов записан, чтобы подготовить стригалей. И когда мы начали готовить, а как? Кто будет готовить? Кто будет готовить? Во-первых, по плакатам – это одно. А показать тем же студентам или, скажем, учащим, как это надо делать с живыми животными – это другое. У нас, к сожалению, в России, чтобы вы знали, нет такого человека. Нету мастера, которые были, они ушли. Ученые, специалисты. А сегодня интерпретация. Взяли животное, как там, понимаете, с точки зрения безопасности, с точки зрения и безопасности животного, и стригаля, там, и так далее. Поэтому мы сейчас эти крупицы собираем. И в Дагестане в мае месяце у нас на российской выставке мы хотим, ну, мы, может быть, громко назвали, ну, мастер-класс. Из тех у нас больше всего работают в Волгоградской области, в Павасовском районе. Там еще остались, скажем, ну, потомки. Они близки, скажем, к тому, что надо делать. Но, тем не менее. Калычаево-Черкесия. Я уже говорю, что у вас все есть для того, чтобы вы были лучшими. Понимаете, отсюда пошло. Даже у вас есть такой стимул и человек, как Барамкулов Саппар, понимаете, ну, это величина. Это профессионал, это профессор. Чемпион Европы, чемпион Советского Союза, понимаете. Я уже не говорю там о других. Вот. И мы сделаем приз имени Барамкулова Саппар. Надо восстановить эти фамилии, имена. И ради, знаете, и пресса, и вот через конкурсы. Мы этот уровень специалистов должны поднимать всеми силами. Через обучение. Вот сейчас правильно говорят, что, смотрите, в России, ну, больше половины овец строгут бригадой из Карачаева-Черкесии. Вы знали об этом? Да. Вот и в Ставропольском крае, и в Волгограде, и в других регионах. Сегодня выезжают бригады, строгут, и их ждут, понимаете. Из того, что есть, я в племзаводе был, вторая пятилетка. Хорошая хозяйство в Ставропольском крае. Ну, знаете, цыгане строгут, вот набрали кого. Великолепная шерсть. Начинают трунов стряхивать. По два сантиметра стригит. Куда она пойдет? Она никуда. Это в мусор пойдет, понимаете, цена. Поэтому, вот, я думаю, что надо начинать отсюда. И во всех вопросах, если мы что-то хотим сдвинуть в России, надо начинать с земли, понимаете. Надо начинать с кадров, как заинтересовать, какая должна быть оплата, какой статус должен быть, как пресса к этому относится, понимаете. Уже хватит нам айтишников там и всех прочих, там миллиарды, но у нас другое, другая обстановка в сельском хозяйстве. Но у нас тут истинные труженики. Подводя итог такой. На будущий год, в этом году мы попробуем, вот сейчас там ребята стрягут, провести уже так, как мы задумали. На будущий год мы разработаем положение и попробуем региональные конкурсы возродить, а на основе их, на выставке, показать, сделать самостоятельный конкурс. Чтобы вы знали, в советское время конкурсы российские принимали постановление правительства Российской Федерации о проведении конкурса и места и все прочее. Постановление правительства. Понимаете, а это честь и хвала, в карачае в очереди, министру, главе, региону, понимаете, овцеводам, которые участвуют в этом деле. Мы все увидели какой-то колоссальный труд, понимаете? А он должен быть, он должен быть оплачен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин